Илья Драган, Молдова, Клуб «Поярд»! И вот здесь идет Илья Драган, который был с нами. Дорога проникнула. Покажите нам микрофон. Можете объяснить немного больше? Илья Драган на лист. Ринго, Аргольн Аот с плагом Молдова. Что же противопоставить боевые кроации многолетние выучки? Только простые и проверенные метры. Старый стальной топор разит не хуже меча именитого мастера. На меру выходит бывалый вояка, суровый северный кузнец, прирожденный вождь отряда викингов Вячеслав Мишурин. Мишурин, друг, русский орден! Сейчас я вижу, как Вячеслав Мишурин идет на лист. Илья Драган, друг, 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 друг. У них огромный камер. Он смит. Он смит и все его арморио он сделан с его сыном. Павел Мишурин. Русский комбор, предстоит им клуба русский ордер Ирландии Шури! Итак, сейчас Майкл просит улучшить его микрофон. И мы здесь, ждем на начале борта между Илья Драганом и Вячеслав Мишурином. Илья Драган представляет Молдову клуб Байярд. Вячеслав Мишурин из Клуб Русской Ордер. Это будет разнообразный борта. Так что это неизвестно. Вячеслав Мишурин использует пол-арм в борту. Это позволяет, но обычно бойцы prefer sword-силд или axe-силд. Мы увидим, что Вячеслав может быть в этом пол-арм. По условиям этого боя. Три раунда будут по две минуты. Такие дела. Поехали. Это будет разнообразный борта. Итак, Майкл, что ты думаешь о выборе, о поле и профетах? Ника Болнова против России! Ника Болнова против Росии! Ника Болнова против Росии! Ника Болнова против Росии! Ваши предметы первые игроки, Гравл! Сейчас будет интересная испытания для организации и и для фейтеров. Командующий бойцов! Вот это же интенсивный! Я думаю, что эта борьба будет много клинч. Я думаю, что это интересная испытания для фейтеров. Доджевые силы. Для Илья, это самое главное, чтобы сделать дистанцию на фейтере, чтобы начать клинч. Не получается, что дистанцию большого, а у вас верхний бойцов. Сегодня мы получаем красота, чтобы бать в чатах. Драгон борются через грех и море. И для Вечеслава, я уверен, что он совершенно белый. И вы можете изредить клинч. Судьи, они могут отличаются со своими оружиями, Илья Драгон борются с sword и ременцией. Он пытался провести бросок, но Исуслан смог вырваться. Он не высокого роста, у него широкая спина, мощные плечи. Ему бы использовали как рычаг, не в игровую. Ты сам решил сбежать? Я не сбежал, я тактически отступил. Почувствую разницу. Про Офиля Драгон. Добавил ему много пунктов. Существующий профиль. Я еще не уверен, что пол-арм является правильным оружием для этого типа боя. Конечно, вы можете дать много строков, но если противник быстро вырвает дистанцию, то вы практически готовы. Как разочаренный борьб, да, не так хорошо выбирать. Но когда есть два противника с длинным халебартом или длинным швоном, то есть другой тип борьбы. Время. Надеемся, что Вечерат Мишурис сможет, сможет все-таки дать понять, что русский орвер мощен силен и умеет одерживать великие победы. Да, у Степана... Уши в колене, как все... Так что первая раунда закончилась. И я думаю, Вечерслава еще немного запрещеннее, чем Илья Драгон. Уши в колене, как все-таки дает правила, там нет оружия. Да, я согласен с тобой. Итак, бойцы отдыхают. Вечерслав может сменить оружие, может сменить колоссов на пулочный топор. Он причем сам себе это оружие не изготавливает. Это будет очень красивый топор, если это будет возможность дать его поближе. Видимо, Вечерслав играет гольфом. Дай мне еще один клуб. Этот один слишком легкий. Он отмечает его глифа, это как спайк Ну что, друзья, хорошая штука, очень тяжелая штука. Теперь Ван Васильев, он должен быть еще более внимательным. Он тоже, когда он смирает, работает очень хорошо. Так что, для сейчас, это очень хорошая опыт. Мы будем поддерживать наших бойцов. И начинается второй трех. Иван Васильев, ask the space for escape. Вячеслав Пишули может оставить не только остальные рехи. Вячеслав Пишули может оставить тейлер. Он также может работать рехи. И вот, не запрещено больше ударов. Но, бить середины. Вячеслав Пишули может оставить не только остальных рехов. Для Илья, для Илья, это... Окей, спасибо. Спасибо, Май. Как вы видите, для Илья это очень хорошая тактика. Просто держите близкую дистанцию, идите клинчу. Стрики, стрики, стрики. Илья бросил Вячеславу на площадку и упал на него, просто удовлетворяя его оттуда. Но не знаю. Мне кажется, все равно было неприятно. Как мы говорили, это движение с Илья Драганом. Иногда это достаточно, чтобы спрятаться на противника. Я примером, друзья, служит падение канадского бойца Биг Кила, который весит порядка 120 килограмм без аспеха, а он падает на своего противника еще в аспехе, смотреть на это больно. Просто представьте, что кто-то падает на тебя, что это, как, 120 килограмм без аспеха и 30 килограмм без аспеха и оружия. Илья Драган. Илья Драган, мой рукой закладывает щитово. Так что, кажется, эта борьба в право от Илья Драган. Да, это секрет довольно простой. Просто контролировать оружие противника. И это все. Илья Драган, мой рукой закладывает щитово. Вячеслав продолжает страйк с его письмом. Это тоже привлекает точки, но это не так успешно. Илья Драган. Илья Драган. Такие движения на поле арм, это действительно очень опасно. Не только для противника и противника, но и для spectателей. Илья Драган, мой рукой закладывает щитово. Я не знаю, что будет ли это специальные регуляции для такого типа оружия. Но так сейчас, это позволяет использовать... ...поездительный поезд по версии WNFC, которым сансятся еще два атака представителя России. Один из них сегодня уже получил право выступать за сборную Российночу чемпионат мира в Сербии. И зовут Алексей Петрик. И вот, после этого, мы проведем финальный бой. Алексей Петрик vs. Максим Найзов. Но отлично фиктует. Илья Драган vs. Вячеслав Мишулин. Итак, вячеслав Мишулин. Вячеслав Мишулин. Вячеслав Мишулин. Илья Драган. Илья Драган. Поехали. Вячеслав種 мишулин. Илья взял капула. Илья Драган. Верчеслав не в хорошей позиции. 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 Верчеслав не в хорошей позиции.